Это Вести утро Карачаева Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии ночью преимущественно без осадков. Днем в горах небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 6. Днем плюс 9, плюс 14 тепла. В горах местами плюс 2, плюс 7. Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Днем плюс 12-14 тепла. В нынешнем году исполняется 10 лет, как поселок Архес получил всероссийскую известность в качестве всесезонного курорта. Сюда с удовольствием приезжают как любители зимних экстремальных дисциплин, так и поклонники пеших прогулок по горным тропам. Согласно официальной статистике, несколько дней назад здесь побывал трехмиллионный турист. Из Архиза репортаж Артур Амхце. Друзья здесь отдыхали уже не первый год. И сегодня в этот раз с ними приехали с ребенком в отпуск покататься на лыжах, на сноуборде. Вот первый его сезон. В целом здесь первый раз, но достаточно все неплохо выглядит. Единственное, наверное, из минусов, конечно, очередь на подъемнике. Но, наверное, сейчас везде так. Мы сначала были на Эльбрусе. Красота гор красивая, все хорошо. Единственное, по сервису даже с нашими сибирскими курортами Шерегеш отстает. Здесь мы сегодня первый день в Архизе, но на глаз уже нравится. Одни туристы приезжают сюда как на пробную вылазку в ранее неизвестное место. Другие по рекомендации знакомых. Третьи уже являются завсегдатаями, успев оценить красоту природы и качество услуг. А ведь каких-то 10 лет назад здесь было только первое. До 2013 года ни о каком сервисе и комфортном пребывании в Архизе и речи не шло. Мы каждый год растем, и трехмиллионный пситель как раз-таки зафиксирован, начиная с 2013 года. Каждый год туристический поток растет сюда. За 2022 год зафиксировано 740 тысяч людей, которые посетили. Это на 8% больше, чем в 2021 году. Туристический поток в Архизе ежегодно прирастает, причем и зимой, и летом. Так, с начала 2023-го курорт посетили около полумиллиона человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что является причиной для радующей глаз динамики. Разумеется, постоянное развитие курортной зоны, улучшение инфраструктуры, то есть удобного размещения, пребывания, предоставления широкого набора услуг. Это результат совместной работы руководства региона и организаций, курирующих совершенствование туристического кластера. Построенная романтика, лунная поляна и еще одна туристическая деревня Дука. Это все приведет к тому, что трассы и количество трасс увеличится, зона катания увеличится. Если сейчас это 27 километров трасс, то до 2030 года мы планируем, что у нас будет 130 километров трасс, 15 тысяч мест размещения. Не останавливаться на достигнутом, улучшать то, что есть. Дороги, парковки, удобства для проживания. Планирование и реализация задуманного позволяют ежегодно принимать все большее число туристов. Нужен сервис по высшему разряду? Такой есть. Кто-то предпочитает эконом-режим? Тоже возможны варианты. Все организовано хорошо, все в одном месте. Проживание на любой кошелек. У нас вот хостел, допустим, у нас позволяет возможность, мы там стараемся экономить на проживание. У нас задача покататься приехать, платим по тысяче рублей. А кто хочет кайфовать, они там и по десятке отдают. Здесь классно, очень крутой курорт. Молодой, классный, набирает обороты. Надеемся, что на этом не остановится, а будет только лучше и лучше с каждым днем. Артур Махце, Ислам Урумов, Вести, Корчаев, Черкесия, Зеленчукский район. На этом я прощаюсь с вами, а через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на Ногайском языке. Затем вашему вниманию будут представлены программы Ногайской редакции. В 14.30 смотрите Вести с Мадиной Лайпановой. Удачного начала недели и до встречи в эфире. Продолжение следует...